Вы слушаете канал жаж.клаб. Юмористические рассказы. Свитер перемен. Подарили мне тут недавно свитер наименины. До сих пор не понимаю, какими соображениями руководствовались дарители. Ведь я не числился в суровых полярниках и не собирался покорять ни крайний север, ни Антарктику. Подивившись фантазией близких людей, под их одобрительные возгласы, я смущенно напялил поверх праздничной рубахи необычный презент. Спереди чьей-то шаловливой рукой был вышит красной вязью клич хоккейных фанатов. На белом поле красовалась надпись «Шайбу». Шерстяная кольчушка пришлась в пору, но особого энтузиазма носить обновку я не испытал. Да и случай одевать теплую вещь не представлялось. Но однажды я вспомнил о подарке, когда собрался с приятелями на лыжную базу. Спортсменом я отродясь не был, а физкультурником перестал считаться, когда отдал свой горный велосипед племяннику. Лыжи были предлогом вырваться из семейного плена. Жена молча собрала рюкзак и сунула свитер сверху, ограничившись кратким наказом «Не пей. Барашком станешь». Обычно мы с друзьями отправлялись в лесной санатории, где предавались пьяному разгулу в номере, не удосужившись даже взять в прокат зимний инвентарь. Когда в дружеской попойке закончилось спиртное, компания выбрала меня гонцом за добавкой. Я оказался единственным, кто мог сойти за лыжника, спешащего на дневную пробежку. Санаторным правилам ведомственного учреждения Минобороны позавидовали бы даже матерые служаки из конвойного караула. Жестоко пресекались любые отклонения от внутреннего режима, предполагавшего исключительно только признаки ЗОЖ. Движение горячительного мимо бдительных вахтеров с военной выправкой приравнивалось к измене родине. Братва проводила меня до лестницы в холл. В карманы совались деньги и сыпались дружеские напутствия. Давай, брат, не подведи. Помни, что тебя ждут с трофеями. Стараясь держаться бодрячком, я почти строевым шагом продефилировал мимо санаторной стражи и вырвался на оперативный простор. Вблизи оздоровительного комплекса торговых точек не наблюдалось. Но молва гласила, что в полутора километрах от лыжной базы живет небольшой поселок, где шопинг процветает буйным цветом. Свернув на заснеженную, но укатанную машинами проселочную дорогу, я поспешил к очагу цивилизации. Выйдя на окраину поселения, сразу заприметил знакомые буквы сетевого маркета. Стараясь срезать расстояние до заветной цели, я свернул в придорожные кусты, где случайно зацепилось. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб